Первая подготовительная группа детского сада «Ивушка» уже завершила этап обучения звуком. Вручение букварей означает переход к самому важному этапу обучения дошкольников – знакомству с буквами. Ребята, мы в этом году с вами поступили в подготовительную группу. А это значит, что скоро мы через год куда пойдем? В школу! Поэтому мы с вами должны быть готовы к поступлению в школу. Для этого мы получили в подарок буквари «Жукова», по которым вы будете заниматься. По этим букварям вы будете учиться читать, собирать слоги, составлять рассказы, предложения, разбирать слова. А чтобы вам интереснее было и доступнее для каждого из вас, не только для воспитателя, для каждого, нам подарили вот такие буквари «Жукова». Это нам подарили наши постоянные меценаты, которые всегда поддерживают наш детский сад. Букварь, по словам воспитателя, ждали не только дети. Мы давно ждали их, чтобы нам приобрели, потому что они очень нам нужны. Это большое подскорье, наглядный материал, которым дети могут прочитать, увидеть и лучше воспринять азы нашего русского алфавита. Теперь главным учебником на занятиях будет букварь. Дети этому рады и по-своему объяснили, зачем он им нужен. Он мне нужен, чтобы учиться, чтобы все знать, чтобы пойти в школу. И мне букварь очень понравился. Мне понравилась букварь, чтобы я научился читать, писать. Пока дети активно и очень увлеченно изучали новый букварь, воспитатель отметила, что на пути освоения азов чтения у дошколят есть уже успехи. До сих пор мы учили, что звуки бывают гласные-согласные, а сейчас мы учим уже буквы, учим писать и учим уже читать их. Делить слова на слоги дети, уже читать по слогам, но есть у меня дети, уже читая полных словах. Как написано «У». У – это «У». В подготовке детей к школе участвуют и родители. Чтение сказок вместе с детьми – яркое тому подтверждение, говорят дети. У нас много сказок, и Леля по ночам читает, а я иногда Диме читаю чуть-чуть. Вот так за партами, с букварями и практическими занятиями в правописании на интерактивной доске начинает путь страну букв и чтения будущие школьники.